Уважаемые коллеги, я, во-первых, хочу сказать, что я каждый раз, когда, действительно, вот там соседи Ольга, на «Спасибо, что в 48-м школе», когда вот собираются такие, ну, вроде, мероприятия, как мы их называем, да, на самом деле обнаруживаются люди, которых я плохо знал, а на самом деле, ну, вот даже вот Марс, Тифо, соответственно, 648-я школа, то, что Сергей Николаевич ведёт, вот я тогда просто называю то, что у меня лежит перед глазами, замечательные работы Тищенко, Геннадия и так далее, то есть на самом деле колоссальный потенциал, и каждый раз я просто сам себя обнаруживаю, ощупываю, понимаю, и я абсолютно согласен с Анастасией Георгиевной, с Александром Марусевым про то, что мы просто бездарно его не используем, вот первый пункт, я прошу прощения, да, здесь я буду критиковать наш Роскосмос, ракетно-космическую корпорацию, почему? Потому что, с одной стороны, я вот очень рад, что Дмитрий Александрович, мне кажется, это просто огромная удача для Объединённой космической корпорации, что есть там такие люди, которые значительно шире узкотехнических вопросов, а смогут придать соответствующий статус. С другой стороны, я хочу ответственно заявить, и поскольку у нас задана высокая планка, что если, поскольку Роскосмос фактически будет так или иначе ликвидирован, прямо будет говорить, да, просто уже по всем решениям, да, то, соответственно, Объединённая ракетно-космическая корпорация станет хозяином космической сферы окончательной, единственной. Я имею в виду, что космическое агентство перестанет существовать, согласны? А Объединённая ракетно-космическая корпорация Роскосмос будет на личных хозяинах. Согласны? Правильно я сказал? Это не важно? Нет, это важно, и так как, как я сказал, соответствует документам по указам президента и постановлению правительства. Соответственно, что я хочу сказать, что если корпорация будет, понятно, там колоссальные проблемы с активами, с собственностью, управляемостью и так далее, никому не пожелаешь такие проблемы, но если корпорация, не начнёт, лидерство в космической проблематике, то у нас ситуация будет провалена. Я хорошо помню, как все плакали в 90-е годы, что там нет денег, нет того и так далее. Пришли тучные, жирные, нулевые годы, и практически мало что изменилось. Поэтому вопрос не в гига. Вопрос заключается в стратегии, в понимании и так далее. Отсюда есть две проблемы, которые мне хотелось бы, чтобы, соответственно, Роскосмос, как уже корпорация, принял на себя эти проблемы и консолидировал людей. Спасибо образованию, спасибо школе, но по большому счёту это подвижничество. А у нас, если Роскосмос не будет обеднять, потому что предыдущие, прошу прощения, ракетчики, во главе Роскосмоса, они занимались, так сказать, серьёзными делами, далёкими от всех этих, так сказать, мелких вопросов. То, что у нас утеряно ракетно-космическое моделирование в школах, с одной стороны, могут сказать, это там виноват, условно говоря, минообразование, и так далее. Правильно. Там, или какие-то органы. Но, а кто эту стратегию удерживает? Это что, не вопрос нашего космического управления, космического агентства и космической корпорации? Поэтому первый пункт, это то, что надо уходить от этого ободавления и псевдопроблем. Все эти переделы собственности, они идут 25 лет, все с серьёзным видом рассказывают там всякие труда, а в итоге берём космотром Восточный, 100 миллиардов уже угрохан. Реально никто не знает, кто туда из молодёжи поедет. Солюз М, напоминаю, 60-му лет и так далее. И это не перспектива космическая, так сказать, на 21 век. И по большому счёту это позор для страны. Поэтому есть предложение следующее. Первое. Это всё-таки космогром Восточный сделать плотом консолидации всех проектов, которые сегодня есть. От наукограда, который надо делать, и, соответственно, то, что я предлагаю в молодёжной космической столице. Мне стыдно, что, допустим, мои предложения, что надо делать в молодёжную космическую столицу, они воспринимаются, мне ещё кто-то там рассказывает. Я прошу прощения, у меня достаточный стаж госслужбы и высокий стадок. И мне всякие сопляки из разных агентств рассказывают, вы должны серьёзнее подходить к вопросу, какая там молодёжная космическая столица. Мы серьёзно и делаем дела. Дела эти простые. 16 миллиардов только официально украли и так далее. Кубы земли. Вынимают из земли, кубы бетона заливают. Вот и всё. Фактически спецстрой полностью там главенствует, а у него объёмы, сроки и так далее. И сегодня уже 100 квартир введено. К осени будет, соответственно, более тысячи квартир. Более тысячи квартир. Ни один человек не скажет, кто будет жить в этих квартирах. Я вам могу сказать, что ни в Бауменке, ни в моей, никакой работы дельфинской студии. Никакого отбора нет. Поэтому я предлагаю вам сделать центром консолидации. Циолковский скоро, буквально на днях, Совет Федерации должен принять решение, что зато Углегорск будет переименован Циолковский. Это предложение Путина, напоминаю. Всё, прекрасные символы. Но нужно их наполнять. Я, Дмитрий Александрович, ни в коем случае не отрицаю вот эту выдающуюся задачу павильона космоса и так далее. Но если у Объединённой Ракетно-космической корпорации главным объектом будет поверён космос на УДНХ, а не космодром Восточный, то мне кажется, это будет серьёзная политическая ошибка. Потому что, конечно, главный объект – это молодёжь, которая в Наукограде должна делать колонизацию Марса, дальний космос и так далее и тому подобное. И последний момент. В этом плане действительно огромная удача, мне кажется, по-какому я достаточно много проработал в образовании. Конечно, ребята сегодня устали, сидели, ждали туда. Но реально я согласен полностью, что это и есть главная аудитория. Есть главная аудитория. Тем, кому сегодня 15, это единственное, прошу прощения, специально внутри, с кем имеет смысл говорить. Другое дело, как говорить, в каком формате и так далее. Поэтому, если вот и Сергей Николаевич может как-то расширять свою образовательную программу, если мы действительно школу и космос заряжем в какой-то организационный момент, давайте на основе института повышения квалификации, давайте катакли, потому что 15-летний, всё, нет у нас другой аудитории. Что мы друг к другу будем доказывать, там, спорить, сердиться и так далее. Вопрос вот один. Если мы их не обратим внимание на стратегические перспективы российской и мировой космонавтики, то всё это утеряется, фонд зарастёт, а там спецкроли и так далее будут умы свои вытаскивать. И всё на этом закончится. Спасибо большое. sentи и у меня. Субтитры создавал DimaTorzok